Ну, как мы видим, у Путина есть какая-то чувствительность к слову, и он за слова и за действия объявляет людей собственными врагами, да, вызывает это списками врагов народа. В этом смысле то, что происходит с Акуниным или еще с каким-то количеством людей, для меня не удивление. Их будут преследовать до конца. До конца, это в смысле, их будут уничтожать. Никаких тут сомнений нет. Мы уже упоминались уже, как мы помним, что с ним поступить гораздо хуже, поэтому действительно неудивительно, что он уехал, а ему вдогонку шлют вот эти вот ругательства. Да, и просто Путин никуда не торопится, поэтому возникает ощущение, что, а, ну, как бы объявили тем, объявили этим, значит, кто-то кого-то кем-то признал, и все-все это безобидно. Нет, ребята, этих людей будут уничтожать физически, причем уничтожать их будут в любом месте, где они находятся. То, что он там находится во Франции или где он там находится, дел у меня это мало, если честно. Это создает некоторые технические сложности, но ничего, и время есть, технические сложности будут решаться. Этих людей будут уничтожать список. То есть это прямо так построен? Абсолютно. Дистанции в этом нет. Конечно, это дойдет и до нас с тобой в итоге в какой-то момент. Всех, кто находится в этом списке, являются целями для уничтожения. Просто это, ну, еще раз, никто никто не торопится, время есть. Мало ли, может, эти половины хлеятся, а сама помрет в этом списке, может, и не придется их уничтожать. Ну, кажется, и пристечет этот год гораздо, мне кажется, раньше у тебя было больше оптимизма, как очень у нас, у всех. Я думаю, что оптимизм есть в других местах. Здесь это не пессимизм, а реализм. Ну, если мы делаем какие-то уроки из истории, выводим, то мы знаем, чем заканчиваются эти списки. Эти списки, они будут пополняться и дальше. То есть пока Путин находится там, где он находится, эти списки будут расширяться. То есть количество людей, которых Путин заносит в список своих врагов, подлежащих уничтожению, будут расширяться. Что это значит для страны? Для страны это значит вставление резкого раскола и исключения людей. Мы видим, что в России, в принципе, людям это не очень нравится, но Путин же никого не спрашивает. И поэтому этих людей будет все больше и больше. Обратите внимание, что каждую неделю в этом списке появляется примерно одинаковое количество людей. После этого какое-то количество спрашивающих еще удивительным образом пытаются понять, а что человек сделал, что его довключили. Ребята, вас не удивляет, что там каждую неделю по 5-7 человек появляется? Что вы хотите сказать, что каждую неделю 5-7 человек что-то делают, чтобы их туда включать? Может, не просто предположить, что список уже готов, но просто порциями раскрывают? Это длинный список, он уже готов. Мы его просто не весь видим пока что. Да, наверное, что-то может подвинуть человека повыше или пониживать в этом списке, но это несущественно.